Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Собственно, вот то, что вы описываете, это история про, знаете, обиды, про очень человеческие, очень искренние и, наверное, в какой-то степени, к сожалению, нормальные отношения. Нормальные в том смысле, что в бытовом фигменте то, что вы описываете вполне распространено, вполне этого много и так далее. Мне кажется, что вы показываете в своей истории, что, в общем-то, игра в «я хорошая, а ты плохой» или «я хорошая, а вы плохие» ни к чему не приводят. Ну, потому что вы обижались большое, как я понял, количество времени на подругу один, подругу два, вот. Но в итоге вам всё равно больно, а другие, в смысле, они уже и не помнят. При этом вы достаточно, видимо, податливы, достаточно поддаётесь своей маме, у которой есть мнение, видимо, ваших подруг, которые считают, что, ну, знает, что вообще и как. Вот. Каким-то образом мама у вас имеет доступ к вашим друзьям, потому что каким-то образом получается так, что мама в курсе ваших отношений с друзьями. И мне кажется, что вот то, что она в курсе, это свидетельствует о непростроенных личных границах между вами и мамой, соответственно, непростроенных личных границах между вами и другими людьми, скорее всего. И, как мне кажется, проблематика здесь, ну, в первую очередь, проблематика здесь в том, что у вас есть определённые ожидания, определённые ожидания людей, вот. А люди, они не должны определённые, соответственно, соответственно, обиды, это, как мне кажется, в первую очередь, про это, про то, что у вас есть ожидания людей, от людей, и про то, что вы не можете признать, вы не можете принять, когда люди поступают, не в соответствии с тем, чего вы ждёте. Вот. И мне кажется, что, безусловно, у вас есть большое количество непрозитых боли. Вот. Я подсказал, что эту непрозитую боль вам нужно прожить. Очень важно, как мне кажется, обиду прожить, потому что это больно. А, условно говоря, какие-то, вот, обвинения, да, какие-то альянсы против, там, людей, которые, может быть, поступили по отношению к вам не очень хорошо, помогают, ну, мягко говоря, слабо помогают. Вот. И из-за того, что вы не бросили вот эти чувства свои, чувства боли, чувства обиды, вы не можете дальше двигаться вас. До сих пор это мучает. И вы, естественно, используете такие слова, как, ну, как предатели и так далее, и так далее. Хотя, как мне думается, что, ну, вот, какой-то такой моей вселенной нет людей-предателей. Есть изменения в человеке, которые я не, ну, не заметил, может быть, предпочел не заметить, предпочел не увидеть, не увидеть, потому что это было, ну, неприятно, это было болезненно достаточно. Потому что, если бы я, например, признал, что эти изменения произошли, то, вероятно, вероятнее всего, мне пришлось бы с этими людьми расстаться, а это практически всегда больно, практически всегда тяжело. Поэтому мне кажется, что сама идея предательства, она подразумевает некоторые ожидания от людей, некоторые ограничения вот этих самых людей, и эта позиция, на мой взгляд, является деструктивной по своей сути, потому что она ведется к тому, что вы на человека в какой-то степени перекладываете ответственность, вот и, естественно, чего это мешает очень сильно, как мне кажется, устраивать отношения с людьми, в том числе. Поэтому я думаю, что естественно, вам больно, я думаю, что естественно, вам тяжело, естественно, естественно, абсолютно естественно, абсолютно нормально. То, что вы испытываете, вот, и то, что вы злитесь. Я думаю, что еще важный момент. По какой-то причине вы не высказали о своих чувств подругам своих. То есть вы почему-то предпочли обидеться на них. Я думаю, что подобная практика, она, конечно, в какой-то степени идет отман. То есть это изначально в корне, как мне кажется, деструктивное понимание дружбы, деструктивное понимание отношений. Вот. И запрет, в какой-то степени, именно запрет на изменение человека. Конечно, поступок подруг, точнее я бы сказал не подруг, знаете, который. И это следует. Последнее, я помню. Но да, все это и это. Дело, это, когда я это желаю. То есть, есть вот какое-то ощущение, да, что люди, не знаю, что-то ли стыдились как-то вот, стыдились вашей реакции, может быть, стыдились, не знаю, чего-то еще может быть стыдились, но очисывается, что элемент всегда он присутствует. Это значит, что произошли изменения, это значит, что люди определенным образом поменялись и значит, что вы эти изменения проглядели. Ну, скорее всего, ваши требования к людям, они чувствовались. Ну, потому что, например, допустим, говоря про подругу один, я, ну, довольно с большим трудом представляю, чего вы от нее ждали. Вы знали, что она, что она, что она будет другой, внезапно, что она изменится внезапно. Вот. То есть, несколько вот имеет место быть, а здесь, ну, ожидания, да, направленные на, как мне кажется, ваше собственное желание. На желание, например, положиться на людей, на желание доверять людям, на желание делать все вместе. Вот. И это хорошо. То, что вам вот так может, ну, то, что вам так хочется, это хорошо, это неплохо. Но есть и другая страна, что в этом, в таком, ну, в такой направленности на окружающих, в накладываете на них ожидания, которым они не всегда могут и не всегда хотят соответствовать, или сегодня могут, а завтра не хотят уже. и что делать вот в таком случае, что делать в такой ситуации. Поэтому, я думаю, что у вас в какой-то степени осталась травма, вот, вследствие этой ситуации, потому как, ну, совершенно очевидно, да, что вас это травмировало достаточно сильно. А, вот. И есть ощущение не просто этой вот боль, есть ощущение, что у вас она еще давит, у вас она еще мучает, гложет и так далее. А, это ощущение, что, по крайней мере, вы можете при желании, если такое желание у вас будет, выйти на более зрелый, хочется верить, более свободный, конструктивный уровень взаимодействия с людьми, где не будет места вот таким аспектом, как доверие, предатель и так далее. Где все-таки вами будут признан тот факт, что у людей меняются, там, потребности и желания, а у людей меняется все. То есть, вообще все. И нужно взаимодействовать с людьми, наверное, в первую очередь опираться на себя, и только уже потом на них, а не наоборот. Понимаете? И в детстве вы, конечно, этого знать не могли, особенно если учесть, что, возможно, вы человек, который склонен как-то вот полагаться на других людей, вот, взаимоотношения с мамой, как бы, яркий тому пример. Вот. Вам, конечно, это сложно и непривычно. Вормония даже болезненная, а вормония вы со мной и не согласитесь. Но с точки зрения моей школы, с точки зрения моей классовки, ситуация выглядит глобально вот из таких двух факторов. Вот. И что немаловажно, это то, что если по своей жизни, да, вы привыкли реагировать на определенную болезненность, на определенные какие-то вот сомнительные вещи, если вы привыкли на это реагировать обидой, то вы не проживаете вот эти вот чувства. не проживаете больно, проживаете потерю, не идете дальше. И не можете таким образом получается принять не своих изменений, которые у вас могут, 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 ну, могут быть не изменений, человека, который находится, ну, рядом с вам. И это, на мой взгляд, может достаточно сильно усложнять общение и взаимодействие с вами. Даже при условии, что вы можете быть, ну, сколь угодно хорошим, приятным, ну, приятным в общении человеком. Поэтому моя идея, она здесь такая. Вот, я вполне допускаю, что вам это может не понравится, вам это может не, что называется, что называется не зайти, вот. Вам это может не зайти, я тут сказал, прекрасно. Вот, ну, как бы, с точки зрения психологии, это так. Вот, поэтому, если мыслить, вот, такими категориями, что, кто предатель акционер, то вы превращаетесь в сызью. А судье, судье фигура довольно одиозная. Вот, и судье, то есть тот, кто возвращается над другими людьми, это фигура очень одинокая, по большому счёту. И одиночеству, и про одиночество я здесь не в том контексте, что нельзя быть, нельзя быть одной, там, и так далее, нет. Но одиночество я здесь в таком контексте исключительно, что вам сложно будет, а вы не будете получать удовольствие от общения, понимаете? Вы не будете получать удовольствие от взаимодействия с людьми, вот. Вы будете разделять людей на предателей, на, на, там, тех, кому можно, знаю, доверять и прочее. И то ли это, чего вы хотите, понимаете? Понятно, понятно, что техном общении между вами и, там, условными подругами, да, может и не быть больше. Вот, это, это понятно. Но вы можете общаться, вы можете построить новые отношения. Что такое построить новые отношения? Это значит, что выстроить новые, дружеские отношения, где будут соблюдены границы, где будут выстроены другие, более зрелые, я бы сказал. Ну, другие, более зрелые взаимодействия, понимаете? Какая штука. Вот. Мне кажется, как-то вот, как-то вот так на это можно, можно ответить. Мне кажется, что вот, как-то так можно, ну, какой-то, какой-то такой можно дать вам ответ с точки зрения, как раз, психологии, психотерапии. Притом, что я, повторюсь, я прекрасно понимаю, что вам больно. Я прекрасно понимаю, что вам больно и прекрасно понимаю, что чувство обидового суприз. Вот. И вам нужно, ну, опять же, как, мне кажется, вам нужно встретиться с этим чувством, посмотреть ему в голову и признаться в себе в том, что действительно вам больно. с вами произошло, ведь мне кажется, что там, ну, я имею в виду вот там, где вы обиделись, случилось, что там. Случилось, что там важно, но это не про подруг и предателей больше. Это больше про вас, если вы найдете в себе смелость, а психолог может вам в этом помочь посмотреть. Но то, что произошло честно, вполне вероятно, что вы сможете двигаться дальше, вы сможете заводить новых друзей. Не бояться вступать в отношения, условно говоря, с старыми друзьями. Вот. И так далее. Ну, очень важно, чтобы вы сами этого захотели, чтобы вы сами чувствовали свою готовность к этому. Потому что вы здесь играете в суд, а начали поблагодарить себе судить людей. А судить людей сделано неблагодарным. Вот. Это в том смысле, что судить вы и судить вас. Вот. Значит, таким образом, таким образом, то, что я сказал, это начать нужно с вашей боли. Вот. Потому что ее у вас много. Именно, именно вот. Боли по этой ситуации на нас пропали. Вот. Прожить обирусе, прожить весь негатив. Вот. Потом, я думаю, откровенно поговорить с подругами. Просто высказать то, что, ну, сказали. Сказать им то, что вы хотите. Сказать им о твоих чувствах. Вот. И, как подальше уже, вставать на путь личностного роста. Вот. Я думаю, так. Ну, и отделять моральные различия между людьми и, когда это задевает вас. Вот. Это не всегда легко. Это не всегда очевидно, но сделать это можно. Еще у меня возникло, знаете, такое ощущение, вот, как будто вы хотите, чтобы мы рассудили вас. Вот. Ну, психологи этим не занимаются. Психологи не занимаются тем, чтобы кого-либо судить. Ну, вот. Просить себя, почему подруга, два, два, вторая подруга, уже не помнит это? А вы помните? Почему ей не было больно вас продавать и делать что-то у вас спиной, а вам больно было? Просить себя, почему вы выбрали именно обидеться? То есть, не общаться. И, наконец, просить себя, почему вы, условно, простили, а первую, вторую подругу, а первую нет? Это то, что я называю, как раз таки, упускаем вам личную ответственность. Вы простили, ну, условно. В России. А вторую подругу, потому что легче поверить в то, что, а, такая, более приятная вообще подруга, не может быть предателем. Но предателем не может быть никто, потому что предателем только у вас в голове вы это наглядно показали своим отношением к второй подруге. То есть, по сути, вы уже делаете шаг вперед, но делаете это пока не осознанно. Вот осознанно вы сможете это делать, если начнете свой процесс психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и буду очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.